МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Красноярска! Все-все-все мы в Екатеринбурге. Это торгово-развлекательный центр Гринвич. В нем существует очень вкусное и уникальное пространство. По сути, это крытый рынок, большой маркет. Такого формата в Красноярске пока еще нет. Помните, может быть, год назад мы снимали нечто подобное в Москве, в депо? Это тоже знаменитые фудкорты. Там и развлечения, и музыка, и вкусняшки, и все-все-все. Так вот, здесь, в Екатеринбурге, создали нечто подобное. Фудмаркет Е-Стори уже два года кормит екатеринбуржцев и гостей города. Это почти 5000 квадратных метров гастролокации или 45 арендаторов. Кухни от паназиатской до кавказской. Есть посудная лавка, конфетный бутик, булочные и сразу три бара. Создатели уральского маркета вдохновлялись проектами Питера и Москвы. Мы начинали проект в пандемии, когда торговые центры были закрыты. Мы выходили на стройку с надеждами, что вот скоро мы откроем, и как же нам привлечь людей. Сейчас вы можете посмотреть, нам это удалось. Здесь проходили большие громкие события. Мы привозим сюда хедлайнеров. На нашей сцене уже выступали Педук, Алоэ Вера, Ума Турман, Сирябкина. Устраиваем ночные вечеринки. Полностью закрываем торговые центры, приглашаем молодежь. Устраиваем просто очень большую дискосеку, где все люди отдыхают, танцуют, немножечко выпивают. Как удается заманить сюда арендаторов? После первых людей, которые в нас поверили, начали заходить, поняли, что проект работает. Сейчас мы получаем уже очень много сообщений на то, чтобы к нам попасть. Проводят чуткий отбор. То есть, естественно, каждый арендатор, который здесь находится, пришел дегустацию. Если понравилось нам, нравится и гостям. По сути, это город в городе. Здесь продуманы улицы, неновые вывески. И что очень нам бросилось в глаза, продавцы приветливые, так они еще и в брендированной форме. То есть, бренд свой здесь. Ребята чтут, продвигают. Даже если вы сытый человек и вам не хочется есть, ну просто придите, посмотрите, порадуйте свои глаза. Еще замечаем очень много морской темы здесь. Устрицы, креветки, крабы. Это что, какой-то морской порт? Очень похоже на депо в Москве, фудмол. То есть, да, разнообразные кухни и заведения, которые есть в Екатеринбурге, они здесь свои корты выставлены. Ну, мне понравилось ездить второй раз. Я сама с Красноярского края. Напоминает торговые центры там в Таиланде, в Турции. Там вот это разнообразие кухонь мира. Мы просто ходим. Слюни и пикот ничего выбрать не можем, потому что все вкусно. Средний чек на двоих – тысяча рублей. Часть поваров – коренные носители кулинарной культуры. За рецептом следят очень ревностно. Правда, что у вас повара из Китая, специальная? Да, из Китая, из провинции Канцу. Я очень скучаю в своей кухне. А здесь мы часто здесь кушаем. Да, очень нравится. Лапша, бульоны, мясище, неполуфабрикаты – все готовят здесь и сейчас. Это про открытость. Вот при тебе готовят твою пищу. Здесь же стоят огромные кастрюли. 150 литров супа фобо. Туда влезает бульон. Мне кажется, если я вот так согнусь, тоже туда помещусь. Судя по ассортименту, с особой любовью в Екатеринбурге относятся к пенным крафтовым напиткам. Варится абсолютно в разных точках мира. Здесь от Бельгии, немцев до вплоть до каждого города практически России. Все, что готовят крафт, есть у нас. Так, прима идет на красный. Цвет нас прям манит сюда. Тем более вот вермуты, игристые вина. Так как мы работаем с алкоголем, у нас посещаемость в основном это пятница и суба. Такой формат очень прикольный, потому что ты приходишь, как будто уже вечер. Ты пришел и можно расслабиться. Как боретесь с культурой питья, если кто-то приходит к вам на бар и начинает перевыпивать? Мы пытаемся дать водички с лимончиком, еще что-то, поболтать немножко, чтобы они сделали какой-нибудь перерыв большой. Если именно прям крайности и крайности, то мы в основном вызываем уже администраторов, которые уже решают эту проблему. Арендовать здесь место можно по секрету, можно примерно. Это сильно дорого? Да, дорого. Потому что мы как бы считаемся гринвичем, а гринвич, он цены выкладывает как бы в доллары. Уральская кухня, но она же почти как сибирская. Мясо, масло побольше, грибы, ягоды, выпечка. Сразу несколько локаций фудмаркета предлагают пельмени. Это местный хит. Есть с кедровыми орехами или с сыром внутри. Здешние вареники, пельмени. Не знаю, почему они у нас вкуснее. Трудо может быть не сильно дешевое. Вот порция пельменей где-то от 300 рублей. Но я не вижу, чтобы здесь были только молодые люди. Хистеры, например, вот те самые, которые любят постоянно вкусно есть, желательно часто это делать. Есть и пенсионеры за моей спиной. Я вижу, люди серебряного возраста приходят, проводят время. Как думаете, нам такой формат зайдет? Конечно, вам зайдет. В Екатеринбурге мы открываем уже скоро второй фудмаркет. В декабре у нас состоится открытие второй точки. И у нас зашло, и у вас зайдет. Это формат, в который стоит переоборудовать многие пространства общественного питания. Ресторанная жизнь Екатеринбурга по количеству гастрономических точек пока впереди Красноярска. Судя по сервису Дубльгиз, в столице Урала 320 ресторанов против наших 133. И более тысячи кафе. У нас 630. В ЕКБ есть и известные на всю страну заведения. Например, ресторан в стиле магического мира Гарри Поттера. Гостей удивляют подачей. Блюда приезжают к столикам по игрушечной железной дороге. В меню игровые названия. Сливочное пиво, мясо русалок, яйца драконов. Место крайне популярное, в том числе и у туристов. Странно, что такой ресторан еще не открыл филиал в Красноярске. Но не только с общепитом в Екатеринбурге все хорошо. Барная тусовочная жизнь столица Урала во многом задает тон для других регионов. В то время, как у нас только начиналась мода на монобары или закрытые тайные заведения, здесь эти форматы обкатывались уже пару лет. Барная жизнь, конечно, Екатеринбурга тоже последние годы достаточно интенсивная. Бары очень разные. Прошли уже все стадии. Многие города только к ним подходят. Например, на лифке, на стойке. Есть бары, которые достаточно закрытые. Не всегда точно знаешь, как зайти. И он даже может быть без вывески. Например, бар-коллектив, который долгое время работал, получает награды. Но вывески нет. Там стоит забор. И нужно еще эту дверь правильную надернуть. Там проводят, как у нас, например, Биошмио. Проводят фестивали, посвященные разным винным культурам. И там в свое время я, например, именно у них научился выбирать и пить рислинги. И прямо перешел только на этот вид вина. Среди заведений номер один сами екатеринбуржцы перечисляют. Бар «Фьорд» в скандинавском стиле. Двухэтажный особняк «Нельсон Совин» с выездными дегустациями и лекциями о пиве. И бар «Шалом Шанхай», расположенный в историческом здании с кирпичными сводами. Прямо как наши подвальные барчики на проспекте мира. Да, такое у него интересное название. Мультикультурное. Да, там тоже классно и потанцевать, и как-то время с друзьями провести. Что же, все в центре. То есть можно, в принципе, себе устроить такой небольшой барный забег. Просто по центру пройтись. Отдельное вот заведение, где меню строится вокруг этого. Например, бар «Здоровье». Тоже тут на Малышево в центре открылся. Или бар «Мелодия». Вот это все именно про это. Если хочется прикоснуться к какому-то культуре, тоже к прошлому. Хоть в облепиху, хоть в клюкву, куда угодно. Что-нибудь от пихты, от какой-нибудь, от сосны, от ели, что-нибудь добавляют. Здесь висел огромный баннер «Аренда». И через два часа я уже посмотрел помещение. В следующий день уже его забрал. Алексей Арт – директор и совладелец рюмочной на улице Розы-Люксенбург. Показывает историческую табличку на резном деревянном здании конца 19 века. Мы наткнулись на это место случайно. Уже в темноте шли с других съемок и просто увидели в подвале особняка свет и барную стойку. Оказалось, в памятнике деревянного зодчества открылась питейная. Владельцы легально и деликатно соединили историю и барное дело. Мы сохранили абсолютно все, что от нас требовалось, именно органами, которые занимаются защитой таких мест. Здесь на первых этажах располагались мастерские у камнереза, чья это была усадьба. На втором этаже он жил с семьей. По сути, здесь в охранных обязательствах находятся подоконники оригинальные, не выполненные из цельного куска гранита. Никто не знал, что там есть печь. Она была замурована. Избалованных барной и ресторанной жизнью гостей можно удивлять антуражем. Часть мебели внутри – антиквариат. Везли его из разных местечек Свердловской области. А это пианино – ровесник самого здания. Произведено в горнозаводском Екатеринбурге немецкой компанией. И у него даже здесь гравировка есть «Екатеринбург». Оно настроено, на нем играют почти каждый вечер. Ничего лучше не может быть, как просто пристроить эти кирпичи сюда. И, собственно, вот на входной группе они вас и встречают. Это кирпич, который мы нашли здесь в стене. Он произведен на заводном Густамесово, который находился в Пермской губернии. Мы его оставили на барной стойке, чтобы, в принципе, показать его сохранность, его красоту. Сегодня нам вообще повезло. В баре еще и выступление уральских стендап-комиков. И свободных мест нет. Но авторские настойки, которые шеф-бармены разрабатывают сами, например, на сыре «Дорблю», вот за такие эксперименты екатеринбуржцы любят свои камерные бары. Ассортимент настойок. То есть есть заведения, в которых там и по 40, и по 50 настойок. Мы постепенно наращиваем обороты. То есть я думаю, что в какой-то момент здесь и будет там и 60, и 70. Например, попробовать нашу классику на кедровых орехах, на скорлупе, на бородинском хлебе с чесноком и кинзой. Мы в основном здесь играем с винила. И звук здесь настроен под винил. И собираем там собственную коллекцию винила. То есть у меня в коллекции там 700 пластинок. Увы, так реанимировать удается не все образцы деревянного уральского зодчества. Подробнее о сохранении исторических зданий в Екатеринбурге и о жилых комплексах нового поколения, которые в масштабах страны становятся лучшими образцами комфортной жизни, расскажем на следующей неделе. Анастасия Цыганова, Никита Сегай. Прима номер один из Екатеринбурга. Прима номер один из Екатеринбурга.